Сегодня мы попробуем поговорить на очень сложную тему, тему вкуса в интерьере. И говорить мы будем на примере фартука с лимонами. Теперь внимание! Если вдруг у вас на кухне сейчас установлен фартук с кинали с лимонами, и вы его нежно и трепетно любите, то незамедлительно выключите это видео. Все остальные могут оставаться и смотреть видео дальше. Я не буду в этом видео показывать вам картинки и говорить, что это хороший вкус, а это плохой. В конце видео вы сами поймете, как определить не самое лучшее решение. Пытаясь все это как-то систематизировать, я нарисовала этакие ступеньки развития вкуса, которые на самом деле скорее заворачиваются в такую восходящую спираль. Но прежде чем я расскажу про эти ступеньки и мы приступим к фартукам с лимонами, я хочу вот что сказать. Само слово вкус на самом деле очень интересное. Человек с колыбели своего развития прививает своим детям омерзение и отвращение к несъедобным и потенциально опасным вещам, чтобы маленький человек не ел всякую бяку, чтобы обезопасить его. Можно сказать, это такая культурно привитая брезгливость. С развитием цивилизации кулинарный вокабуляр как-то очень здорово лег на культурную сферу жизни человека, причем в очень многих языках. Искусство стало для нас пищей для размышлений, поэтому параллели со вкусом еды мы очень часто проводим в своей голове. Мы можем очень ясно выразить свою мысль, сказав Исторически так сложилось, что воспитанием хорошего вкуса чаще всего были озабочены высшие слои общества и правящий класс. У нас даже до сих пор есть ассоциации, что хороший вкус это признак интеллигентного, образованного и воспитанного аристократа. Но некоторым, смотря на них и тем, кто не имеет такой же выучки, кажется, что эти культурные предпочтения надуманные, вычурные и излишне неискренны. Воспитанный же в такой среде вкус чаще всего отличается тем, что он как бы многое повидавший и очень сильно отличается от наших первобытных естественных предпочтений. Например, детям чаще будут нравиться чрезмерно насыщенные и яркие цвета, звенящая песклявая музыка, под которую можно смешно дрыгаться, какие-то неуклюжие смешные танцы, будут нравиться достаточно приторные вкусы, запахи и кислотные картинки. С рождения никому никогда не нравится классическая музыка, фильмы Тарковского и живопись импрессионистов. Чтобы почувствовать красоту в этих предметах, необходима определенная выучка, определенная самодисциплина. Необходимо научиться подавлять в себе первобытные порывы, чтобы научиться чувствовать более тонкие нюансы и наслаждаться джазом так же, как ребенок радуется песклявой песенке из китайской игрушки. То есть, развиваясь, усваивая достижения культуры, появляется и умение владеть собой. И так люди все больше отличаются от своих первоначальных вкусов, прививая тот самый художественный вкус. А самые базовые и естественные человеческие предпочтения уже не кажутся им привлекательными. И после такой культурной выучки мы уже видим Майю Плесецкую или Филиппа Старка или других заслуженных деятелей искусства. И, конечно, дальше углубление идет в ту сферу, которой человек уделяет больше всего внимания. Если это кино, то чем больше человек смотрит, тем лучше он видит, что мелодрамы, где главный герой, миллионер, забирает в счастливую жизнь простушку, являются самой примитивной формой удовлетворения своих нереализованных желаний и проявляет интерес к более сложному фильму, к более сложному кино, без замыленных клише и ожидаемых поворотов. Условно говоря, есть 50 оттенков серого и есть Ла-Ла Ленд. Вот интерьерный пример. Заказчики согласовали мне очень утонченный интерьер детский. Ремонт у них длился больше двух лет, и под его конец их сын попросил поставить для него кровать машину, потому что ребенку нравилась эта машинка, и он очень ее просил. То есть, несмотря на то, что взрослым, которые уже прошли какую-то эстетическую школу, не нравятся такие решения, они поставили эту кровать против своих пусов, но в угоду предпочтениям ребенка. А когда ребенок подрастет, он сам откажется от этого решения. Взрослые же радуются от других вещей и находят наслаждение в других формах. Вот я о чем. Первобытность в инстинктах, прямолобость в выражениях, очевидность, ожидаемость и предсказуемость в искусстве чаще всего и является тем водоразделом, который отделяет условно хороший вкус от условно плохого. Есть очень известная цитата. В архитектуре обозначить метафору в лоб зачастую значит убить ее. В интерьере плохой вкус проявляется как раз таки прямолобостью образа. Например, фартук с лимонами. Как это исправить? Сделайте эти образы условными. Если хочется сделать интерьер с лимонами, то лучше оставить лишь воспоминания о лимонах, ощущения лимонов, а не его прямой образ. И именно поэтому в топах без скустицы можно увидеть упомянутые выше фартуки, полы с дельфинами или обои с фотографиями Нью-Йорка. Чем образ более условный и абстрактный, чем он дальше уведен от своей первозданности, тем лучше. То же самое касается цветов. Цвета детских карандашей синий, красный и голубой могут быть излишне прямолинейны. Более тонкие и сложные цвета с добавлением серых, коричневых, белых оттенков всегда менее очевидны, сложны для восприятия и требуют художественной выучки. Оттого ими чаще могут наслаждаться люди, так сказать, более насмотренные. Даже сейчас очень сложно найти дорогой статусный отель, оформленный в пестрый вырви глаз цвета. Состоятельная и образованная публика, которая часто останавливается в таких отелях, просто не поймет такой дыш. Они уже выучены на более тонкие нюансы. Дальше идут более сложные вопросы. И следующая ступень в понимании искусства, и она сложна, и я прошу вашего внимания. Деконструирование образов. Например, почему дворцовые интерьеры в современных панельных домах смотрятся плохо? Потому что классические интерьеры в своей первозданной прямолинейной подаче уместны и органично смотрятся только в соответствующих дворцовых пространствах. Классические римские ордера, это к какой колонии, какая капитель должна быть пристегнута, уже не актуальны нашему времени. Если мы помещаем в хрущевку или в современный дом с панорамными окнами и угловатыми стенами классический образ интерьера без переосмысления этой классики, то получаем примерно то, что вы видите. Но если деконструировать образ классики и оставить от него лишь намек, лишь воспоминание, то это становится более сложным и более неожиданным приемом художественной выразительности. Переосмысление визуальных образов очень часто встречается в современном искусстве. Например, Энди Уорхол, который переосмыслил банку с супом, сделал из нее предмет искусства и символ массового потребления, разрушил, а потом заново собрал этот образ, но уже с новыми смыслами. Также происходит и с интерьерами в стиле китч, которые состоят из продукции массовой культуры. Например, к таким продуктам относятся производимые для туристов эфелевые башенки или подушечки со смайлами, или магниты с городами, или продукция с героями мультфильмов Дисней и так далее. Термином китч обозначают слишком поверхностное массовое искусство, которое не склонно утомлять глубиной и серьезностью, а скорее развлекающие зрителя. В каком-то смысле это был синоним дурного вкуса. Но во второй половине 20 века, в самый разгар увлечением деконструкции вот этих вот образов, китч стали воспринимать иначе. Художник сказал, «Да, я знаю, что это китч, но с высших творческих позиций посвященного я наделяю этот продукт массовой культуры новым смыслом, превращаю его в некую декларацию современной жизни». И, кстати, для этого уже есть термин «кэмп», под которым принято понимать именно такое ироничное отношение к китчу. Это уже как раз процесс деконструкции и реконструкции образа. И точка, когда вы все уснули. Поэтому на таком сложном для восприятия моменте мы с вами вернемся к фартукам с лимонами, и я нарисую вам вещенную лесенку. Прямолинейные и прямолобые образы в интерьере – это первый шаг в развитии вкусовых предпочтений. То есть вы просто берете прямой образ лимона и применяете его без переосмысления или деконструкции в интерьере. Более сложный уровень – это интерьер, который требует интеллектуальной сборки. Это попытка передать в интерьере образ, который вас вдохновляет, не называя его прямо. То есть не клеить фотообои с лимонами, а оставить в интерьере лимонного цвета, например, рамы, передать фактуру кожуры или динамику и изгибы ветвей, как-то передать это, например, в мебельной фурнитуре и так далее. В общем, оставляйте только ощущения и восприятие лимона. А еще более сложный шаг – это деконструкция образа лимона. Когда вы говорите, что это на самом деле не лимон, а это символ человеческих стремлений. Сейчас все стремятся к лимонным заработкам, все хотят много лимонов-долларов на своем банковском счете. Поэтому лимоны на вашей кухне – это не лимоны вовсе, а насмешка над всеми, для кого лимон-долларов – это недосягаемая мечта всей жизни. Ведь они уже есть на вашей кухне в избытке, и вам больше не нужно за ними бежать. Вы теперь можете жить в спокойствии и без борьбы, чего не могут себе позволить многие бегущие за лимонами. Итог. В работе над образом интерьера необходимо не просто собрать все те образы, которые вам симпатичны, но и проделать некоторую интеллектуальную работу по передаче смыслов и ощущений. И чем больше такой работы вы проведете в интерьере, тем более высоковкусным будет ваш интерьер. И так как я затронула такую достаточно непростую тему, после публикации я буду очень внимательно следить за вашими реакциями и комментариями. Вдруг вам понравится говорить не только на прозу интерьерную, но и на более глубокие вот такие темы, и я буду больше таких сложных вещей добавлять на канал. Спасибо за внимание! Всем вкусных интерьеров! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!